Видном немало так называемых узких мест, которых водители в часы пик стараются избегать, а знатоки города находят способы объезда, но есть дороги, объехать которые весьма сложно. Обычный будний день. Восемь часов утра, чтобы добраться сюда, многим водителям пришлось уже пару-тройку раз постоять в пробках. Город разрастается, а вот дорог в Старом Видном по объективным причинам больше не становится. И здесь, на Старой Нагорной улице, водителям приходится вновь существенно снизить скорость. Есть мнение, что лежачие полицейские необходимо попросту деинсталлировать и восстановить нормальное движение. Но водители, с которыми мы поговорили, с этим не согласны. Многие говорят, что нужно убрать вот этих лежачих полицейских. Так их только сделали. Да нет, они нужны здесь. Ну пробка пробкой, но нужны они. Машин много. А полицейские при чем здесь? Здесь такое место они обязательно нужны. Можно не убирать перед зеброй именно. А за зеброй уже, конечно, чтобы человек ускорялся, быстрее начинал ехать, можно и убрать на самом деле. А перед тем, чтобы он останавливался перед зеброй, конечно, нужно какие-то препятствия. Обычно лежачие полицейские не доставляют особых хлопот, но не в этом случае. Увы, но и повод для их установки был серьезный. В 2015 году там погиб ребенок несовершеннолетний в возрасте трех лет. В связи с этим было принято решение положить там два лежачих полицейских перед пешеходными переходами с обеих сторон. Возможно, альтернатива светофора с вызывной кнопкой для пешеходов. Другой альтернативы, к сожалению, мы пока не видим. Процедура довольно-таки дорогостоящая и трудоемкая, потому что светофорный объект требует немало усилий по его установке и подключению, ну, так сказать, эксплуатации. Поэтому, как говорится, если администрация района выделяет средства и соглашается на ее установку, то мы будем не против. Действительно, светофор с вызывной кнопкой мог бы стать выходом из ситуации, тем более, что пешеходное движение в этом месте не очень интенсивное. Но и здесь все не так просто. На текущий год данные мероприятия не предусмотрены. Весенний-летний период 2020 года мы будем дополнительно прорабатывать эту возможность, потому что пешеходному переходу это не просто разметку перерисовать, а нужно обеспечить подходы в виде тротуаров. Иными словами, требуется полностью изменить существующие элементы дорожной сети. Дело это кропотливое, требующее времени и весьма недешевое. Возможно, решение проблемы находится на другом конце города Видное. Там строится выезд из шестого микрорайона. Он призван разгрузить дорожное движение в городе. Должно произойти это и здесь, на Старой Нагорной улице. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.